Благораживает человека, даёт подлинный смысл, делает тебя другом всей вселенной. У тебя нет врагов. Их много, но тебе они не враги. Ну, подожди, я только с армии вернулся. Ты что? Ну, правильно, надо и после армии себя обиходить. Даже издумаешься. Я пойду дальше служить и убивать людей. А зачем ты пойдёшь? Ты будешь убит там? Тебе уже всё, крышка? Нет. Нет, нет, написано, не надо спорить. Взявший меч от меча погибнет. Кто ведёт в плен, тому самому должно идти в плен. Это говорит Библия. Две тысячи лет назад. Ну, и что, что она говорит? Ну, я вас... Очень много книг. Ничего я вам сказал. Вы знаете, потом вспомните. Я прочитал очень много книг в своей жизни. А Библию читали? Да. И знаете её содержание? Да. Так скажите, главная мысль Библии какая? Главная мысль... То, что всё это иллюзия вполне... Так и написано, да? То, что жизнь – это иллюзия. Ну, хорошо. Вы Библию-то хоть раз держали в руках? Да. Теперь скажите, сколько здесь книг под этой корочкой? Вот этой? Если там Новый Завет и Ветхий. Новый Завет. Сколько в Ветхом Завете книг? Сколько в Новом? Пятикнижа Моисея – это Ветхий Завет. В Новом, по-моему... Сколько книг в Ветхом Завете, я спрашиваю? Только не отключайтесь. Пять. Так, пятьдесят. Маленькая ошибка, в десять раз. А в Новом Завете – двадцать семь. Итого семьдесят семь. Так что знания ваши требуют подправки. Но это не нужно. Зачем? Это не нужно, да? Вы очень умный кажете себе. В настоящее время, вот в этом 2020 году, христиан – два миллиарда двести миллионов. Два миллиарда. Вот это верят. Два миллиарда неверующих совсем. Вот такие оголтелые. Восемь с половиной процентов. Но на них падает девяносто девять, девять десятых всех преступлений мира. Для них нет ничего святого. Разврать ищут, матеряться. Если человек живет по этой книге, как написано, и верит в Иисуса Христа, то живет вот так. А если не верит – вот так. Ну все, дай Бог, отец, тебе крепкого здоровья, благополучия и всех благ. Бог дает здоровья. С какого города, бать? Город Барнавула, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне восемьдесят первый год. Ну, храни Господь тебя, отец. Может, у вас вопросы есть какие? Мы проповедники специально пришли. Нет, отец, спасибо, спасибо, все хорошо. Тогда по скайпу зайдите, Игнатий Лапкин. Ты что там делаешь? Мы христиане. И мы тоже? Мы пришли сюда, чтобы возвестить людям великую радость, что Иисус умер и воскрес. А мы уже слышали это. Да? Да. Слава Христу. Слава Христу, слава. Вот. Мы православные люди, православные проповедники. Может, у вас какие-то вопросы о душе, о вечности, о будущем страны, мира. Вы любой вопрос можете задавать. Да мы как-то привыкли сами отвечать на свои вопросы. Как счастливым быть? Счастливым? Такого условия не ставятся. Но если уже разговор зашел со Христом, вот профессор Марсенковский, Владимир Филимонович, его вызывали, арестовывали там в 18-м году. Туда, чтобы возвестить людям о Боге, о вечности и о самой великой любви, что Иисус умер за грехи людей и воскрес в третий день. И всех зовет к покаянию. Чтоб жили для Бога. Чтоб после смерти были в раю, а не в аду. Ага. А Евангелие где у тебя? А Евангелие здесь. Четыре книги. Здесь в переплете одновременно 77 книг. 50 Ветхий Завет, 27 Новым. Среди 27 Нового Завета четыре Евангелия. Я понял. Ты здесь пропагандируешься, кстати, здесь? Не пропагандируем. Мы свидетельствуем о Боге, о Его любви и о том, что будет суд Божий. И все, что здесь в этом саду, в счете рулетка делается, будет гореть в огне бесконечно. Ну, не все должно гореть в огне, безусловно. Ты же делаешь правильные вещи. Я вот нахожусь здесь уже седьмой месяц по повелению Божию. Он говорит, идите по всему миру, не сидите. И проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Вечно в огне гореть. О чем говорит Матфей в 25 главе. Вечно, верно. Так. Ну, соответственно, гореть все-то не должны правильно. Кто-то же обязательно прислушивается к твоим словам. Мы свидетельствуем людям, что без Бога жизни нет. А есть только гниение и смерть. А с Богом жизнь по-другому идет. Вот мы верующие собрались все. Строим православную деревню с нуля. А одну на 31 тысячу разрушенных, уничтоженных. Где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Ни одного аборта, ни одного развода. Это в настоящее время на Алтае. Бог человека берет и делает его другим. Вот мне Библия в руки попала уже 23 года после армии. И моя жизнь мгновенно изменилась. Говорят, да какая-то беда, какая беда. Я на корабле. Сто процентное здоровье. Учусь в летном училище. Добиваюсь разрешения три курса за год сдать на одном из состранных языков. Явно, что я не сидел бы здесь. И в это время Библия в руки, она показала опустошенность. Все изменилось, которое полчаса я не был даже на коленях. И уже к утру весь караван кораблей знал, что Лапкин сошел с ума. Ну, в принципе, я с тобой согласен. У нас большой YouTube-канал. Если вы желаете, можете зайти. Равных ему нет в интернете. Называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. 20 800 роликов наших только. Ага, вижу. Я там сейчас отвечаю на вопросы студентам. И у меня 14 человек в администрации. Помогают их сделать 4 124 вопроса, которые мне по радио задавали в университетах, где я вел занятия. А теперь они делаются отдельными роликами, чтобы удобно найти. 55 папок. Допустим, еврейский вопрос. Я отвечаю 176 раз. Это 176 роликов будет. На основании священного писания, Библии, мировой литературы, мировой поэзии, искусства, патристики 300 томов и мировой поэзии. Это 20 тысяч файлов студентам. И все это в одном вопросе. То есть равных нашим ресурсам нету. А если зайдете в скайп, Игнатий Лапкин, я один, я скину все ресурсы вам. Игнатий Лапкин. Это я. Я на скайпе не сижу, к сожалению. Вот вы зайдете, если вы зашли уже. На ютуб канале, да. Ну сколько там подписчиков? Сынок, мне 81-й год, я всего насмотрелся. Тут процентов 90-го мусульмане. Мусульмане. То есть самое блудливое, самое лживое. Все, сюда сатана согнал. Сквернословят непрерывно, пьют непрерывно. Так я же не мусульманин. Вы мусульманин? Конечно, нет. Нет, мы пришли сюда со Словом Божиим, чтобы возвестить о Суде Божьем, ответить на любой ваш вопрос, сказать, что ждет, и возвестить самую великую радость, что Иисус Христос умер и воскрес в третий день, и дарует всем прощение, кто придет к Нему с покаянием. Это хорошо. Вы можете зайти на наш ютуб канал, равных которому нет в интернете. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы пришли, православные христиане, проповедники, возвестить волю Божию. И великую радость, Христос умер и воскрес. Вы христианин или кто? Я христианин, да. Ну вот, вы можете зайти на наш ютуб канал, равных которому в интернете нету. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это я. Найдите. 20 тысяч 800 роликов у нас. Много. 45 миллионов просмотров. А аудитория большая? Небольшая. 44... Ну, процветания вам желаю. Ну, вы посмотрите, откройте. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Вы там найдете ответ на тысячи вопросов. Тысячи. Которые мне задавали в университете, где я делал занятия. А если зайдете по... Сайт, сайт через Google. Сайт также называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Там мои книги. 43 книги. Из них 38 в бумажном варианте. Это не книжки какие-то маленькие. Последние 4 тома по 800 страниц моих стихов. Каждый стих 36 строчек с эпиграфами из Библии. Вам будет очень интересно. О вечности. О том, какие вопросы есть по Библии. Да. О будущем что? Ну, можете задавать. В будущем. Погромче. Хочу узнать свое будущее. Что делаем здесь? Да. Ну, делаем что? Прямое повеление Господне. Говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Он говорит, хочу узнать свое будущее. Будущее свое. Очень просто узнать. Написано, кто будет веровать во Христа и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. И одни пойдут в муку вечную, грешники, которые не верят во Христа, в храм не ходят, не молятся, не получили духовное рождение и недвижимое Духом Божиим. Они пойдут в ад вместе с сатаной. А верующие, омытые кровью Христа, Иисус умер и воскрес, они будут в царстве небесном в раю. Вот ваше будущее. Сами решите, что это такое. Сложный выбор. Сложный выбор. А вот вы разные глупости-то придумываете, в нос везде все толкаете. У нас тут девчонка одна, я в Алтайском крае. И она это от пирсика свой сделала на пупок. Заражение и умерла. Какая? Так а зачем это нужно? Никогда этого не было. Я прожил большую жизнь, мне 81-й год, и я этого никогда раньше не видел. Нигде. Я вёл занятия, не где-то вёл, в пяти университетах, 13 школ, милиции, вёл занятия по Библии. И нигде не было ни одного, чтобы вот так, он мне говорится, сопли развешивали. Нет этого, не было. У меня ещё татуировка. Ну вот, ещё и татуировки. А про них прямо в Библии написано. Не делай письмен и нарезов на теле своём ради умерших. Понимаете, вы не имеете права издеваться над собой, потому что мы себе не принадлежим. Наше тело Бог называет храм. Приду и вселюсь, я и Отец, говорит, и будем с ним. И поэтому разве... Я теперь в ад попаду. А? Это я теперь в ад попаду, что ли? Нет, вы решите. Господь говорит, я предложил тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие, огонь и воду. А если я не хочу ни в рай, ни в ад, что мне делать? Ну, это вы сами решаете. Вот вам выбор дан. Вы свободный человек. А вот если хотите узнать... А как это свободно, если я не принадлежу сам себе, вы сказали? Выборе действий. Правильно распоряжитесь. Мы не можем тело менять. Сердце, лёгкие, у нас всё то же самое. Бог сотворил. Ну, это значит... Значит, мы не свободны, раз мы не можем... Выборе, выборе действий, как применить. Я могу воду пить, а можно водку пить, одну букву доставить. Можно говорить слова благословения Богу, на молитве прославлять Бога. А можно просто материться каждый день. Вот мне 81-й год, я ещё ни одного матерка не сказал. Мне страшно, стыдно. Как это можно так? И зачем? А сегодня и пол меняет, и что попало? Не идите туда, пойдите в Храм Божий. Достаньте Библию. Слово Божие. Вот, чтобы оно у вас было в доме. Чтобы вы считали его. И у вас всё изменится. А кроме того, вот вы познакомимся с вами сейчас. У меня большой Ютуб-канал. И вы на него можете зайти, увидеть, как мы... Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Самый большой канал. Самый большой канал на всю мировую сеть. 20 тысяч 400 роликов наших. 20 тысяч. Просмотров 46 миллионов. Очень круто. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Откройте. Хорошо. Мы строим православную деревню, где нельзя пить, курить, материться, воровать. У нас ни одного аборта, ни одного развода. Это чего-то стоит? Ни одного пьяного. Ни одного матершинника. Круто. А если хотите, чтобы у нас была переписка, есть такой скайп называется. В скайпе Игнатий Лапкин. Зарядите, вы сразу на меня выйдете. Я могу свои ресурсы скинуть вам. Хорошо. Вам будут вопросы? Я живу в Израиле. А я живу в Израиле. Как говорите? Я в Израиле живу. В Израиле? А, в Израиле. О, это знаете что? Я вам скажу, подожди, не уходи. Дело в чем. Что мы, верующие православные христиане, все имеем от Израиля. И мы Израилю благодарны всем сердцем. Павел Апостол говорит, а какое преимущество? Русский, казах и иудей. Большое преимущество во всех отношениях. Но главное, главное им, израильтянам, вверено Слово Божие. И поэтому мы перед евреем шляпу, говорится, снимаем. Вот человек хочет быть благословенным. Что было? Господь говорит, не проклинать всеми Аврамовым. Вы от Аврама идете, благословенные. Благословляй, и ты будешь благословлен. Поэтому мы всегда молимся за Израиль. Вокруг вас враждебные страны. Мы каждый день молимся за Израиль. Дома прямо произносим. За Израиль, Россия, Украина. И поэтому мы всех правителей знаем, благословляем. А за Беларусь? А? А за Беларусь молитесь? Да, конечно. Мы молимся Александра Лукашенко. Каждый день поминаем. Чтобы Господь благословил, чтобы нам мирно жить. С Израильом вопрос особый. Где мы бываем? Ну, бывают там такие юдофобы называются. Что-то придумывают. Мы сразу показываем, как на дело обстоит. Правду мы не скрываем никогда. Но чтобы ругать там такой-то еврей, жиды там проклятый. Сохрани Бог. Мы молимся за них. Мы все получили от них самое ценное. Ну все, я пойду в молиться. Хорошо? Да с Богом. Вот зайдите, Игнатий Лапкин, по скайпу. Вы меня сразу найдете. Не пожалеете. Храни вас Господь. Семя Авраамов да будет благословено.